момента перехода не было это процесс длительный как всегда сначала были теоретические описания теоретические написания у нас это что это философия науки то есть ряд философов науки или и просто философов и очень крупных все вещи вещи которые говорят они маргинальные вещи это абсолютно как бы мейнстрим 20 века людвиг витгенштейн да один из величайших философов 20 века он постоянно говорил о том что наука относительно о том что у нас нет средств кстати горят тоже к чему это еще один из выводов которые можно было бы сделать об ограниченности нашего наши возможности наше доказательство то есть вот как доказать например человеку что летающие тарелочки это бред никак у нас нет таких средств у нас нет средств корректной аргументации потому что мы пользуемся разными системами аргументации потому что и вот это нужно внести в на ввести в нашу сферу сферу нашего рационального знания нужно в сфере в рамках нашего рационального познания летающие тарелочки это вред в твоей системе ну там нет у нас нет каких-то вот скажем общих аргумент аргументов и вот вид генштейн говорил о том например но это с начала 20 века что если у нас есть племя в котором верят что танцы врождя вызывают дождь нет ни одного рационального аргумента у нашей науки чтобы доказать что это не так вообще мы не имеем право считать что это не так фактически то есть мы можем сказать что в рамках нашего рациональной теории познания это не так просто не соответствует его системе не системный элемент назовем это так статистика ничего не доказывает давай статистика не доказывает потому что дочь иногда будет идти будет не будет идти а вот плохо станцевала дождь не пошел абсолютно серьезно так и это столько смотрите кроме того что да вот столько плохо станцевал у богов было плохое настроение я просто не захотелось но у них же есть правда там поссорились а более того у нас же связь с природой утрачены вот раньше это дождь все время дошел это сейчас у нас связи с природой нет да да формализации логики как таковой формализации аргументации какие сегодняшний день у нас успехи в области приходных инвестики и прочего по построению машинных систем анализа информации у нас есть некоторые да его нужно проанализировать на предмет тут такой сложный момент с формализации текстов мне кажется что формализация окончательно скажем формализация речи не произойдет никогда потому что это не та вещь которую вещь которую можно исчерпать будет просто множество множество количество описательных систем то есть вот как и многие вещи так вот вне сферы естественных наук которые ясные конкретные более-менее это я опять же если не брать там уже уровень квантовых состояний там бесконечное количество степеней свободы можно просто по-разному описывать и сейчас как бы существует одновременно миллион школ то возьми формализую в рамках этой школы языковой но это прикладное использование просто скажем то есть мы для нашего прикладного использования вот это описание она будет более там плодотворным как-то так ну а я специально этим вопросом не занимался но я просто говоря то что например теория речевых актов она никак не дополняет и не и там опровергает там описание там через предыдикативную через семаромантическую то это просто разные вещи за речь а попер говорил то же самое попер я просто ну как сказать я вот сейчас не буду не могу к сожалению цитировать попера наизусть 348 страницы вот но попер если я не ошибаюсь именно он говорил о том что не существует научного метода о том что ну а это же попер говорил о том что если мы скорее всего могу ошибаться на то надо гуглить попер говорил о том что если мы стремимся к истинно ну как это сказать гуманном демократическому кучу в таком к развитому состоянии общества мы должны отделить науку от государства также как мы отделили религию от государства потому что наука это традиционалистский консервативный институт который навязывают свою идеологию доказательства какие-то сведения которые доказывают что вот мы танцуем дождь пошел тоже вы говорите это называется фальсификация теории фальсификация теории принимается в рамках рационалистической системы познания за ее рамками как бы этот аргумент не работает но если вы придете к индейцу и расскажете ему то что вы сейчас рассказали мне для него это не произойдет впечатление то что не фальсифицируется это не наука я понимаю что ученый так делать если не будем по-другому то скорее всего научно-технический прогресс резко уменьшится и потому что эти принципы полезную жизнь то что если ты будешь верить то что какое-то лекарство работает это не будешь искать попытки так как ну дед трус сказал она мне помогла ты говоришь хорошо начинаешь его использовать начинаешь верить что он тоже не помогает это на самом деле не помогает она вообще и другу-то не помогло просто друг нашли какой-то твой доказательства того что работает все понятно все понятно но мы говорим немножко разных вещах и они говорят о что статистика ложная наука или еще там что-то ложная наука нет науки все правильные но вот это мы вашему товарищу который хочет принимать это лекарство обосновать то что вы не нужно принимать у вас не получится рациональных аргументов для этого не существует рациональных аргументов которые он бы принял таким образом имеет два субъекта родствующимися разными системами познания по сути и нечем будет говорить один скажет другому мы смотрим так мы смотрим так они окей больше вам и как раз будет очень много чем поговорить и их выработается много нор адреналина системы тут есть некоторое сужение в том плане что мы все-таки все дети одной культуры более-менее и во многих сферах мы можем найти общий язык это вот например как я уже говорил аристотель с современной наукой не нашел бы общего языка то о чем вот вы говорили да мы можем предоставить ему ну такую очень подробную разжеванную теоретическую физику ну такую понятно даже дошкольникам за там все всю систему от расписаны простыми словами аристотель прочитает и скажет что это за бред как можно верить вообще в такую разорванную бессмысленную мешанину фактов аристотель дитя другой культуры я могу рассказать о том как он бы это воспринял это бы занимает еще два часа я думаю что мало кто это выдержит это очень интересно на самом деле приходите на следующие лекции окей отличный вопрос я вот с удовольствием об этом бы сказал просто я вот как бы старался сжато сказать на счет того как это относится к науке во первых для того чтобы пользоваться объяснительным аппаратом каким-то нужно понимать его границы и пределы да вот собственно этим мы сейчас и занимались понимали как будут какие-то границы и пределы ну просто чтобы знать наш инструмент который у нас есть как мы можем воспользоваться во вторых науке это как бы все точно также применяется потому что очень часто ну блин просто даже не знаю как как это вот кратко и ясно сказать ну например как применяется теория принимается новая теория одобрением научного сообщества как получается одобрение научного сообщества не эмпирическими доказательствами скажем так это может быть такие арку вообще аргументы как красота теории как я уже говорил вот в очень долго пытались вывести там общую теорию всего из теории относительности энштейна почему почему вот была такая уверенность тут из нее она выведется что он выводима оттуда ну что она красивая классная на короткая на вот тут просто вот такая теория у нас нету как а как по-другому вообще затем в науке опять же как это применяется в науке как я уже говорил в каждой сейчас математике которая оказалась строгая логическая дисциплина когда-то считалось существует спектр школ которые одни считают что математика полностью сводится к логике другие что логика то вообще не применимо и между ними большой разрыв да то есть в теоретике математике многие писали о том что математика вообще интуитивный процесс то есть мы сначала какое-то знание получаем а уже потом его обосновываем в основном приходит как вот вспышка мы просто узнали это а уже потом обосновали затем математика ведь не относится к реальному миру вообще никак математикой можно писать любой из него работа невообразимых миров